С 4 по 5 ноября на площади имени Ленина пройдет масштабный фестиваль ярмарка Амурфест-осень. Мероприятие состоится в рамках фольклорно-этнографического фестиваля, посвященного Дню Народного Единства. День воинской славы России, День Народного Единства, отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Матери. В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. Фестиваль Амурфест-осень проходит при поддержке правительства Хабаровского края. Сегодня у нас в студии Дарья Вдовина и Павел Малеев, режиссеры Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, ведущие Краевого фестиваля ярмарки Амурфест. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вообще, конечно, про Амурфест слышали и неоднократно многие. И слышали, и слышим, да. Но в этот раз будет тематический фестиваль, получается? Он у нас каждый сезон тематический. И в этот раз тема День народного единства. Мы вместе, или Хабаровский край, вместе мы Россия. Что у нас запланировано? Чего ждать? Ну, традиционно концертная программа и большая ярмарка от предпринимателей и мастеров декоративно-прикладного искусства не только Хабаровска, но и Хабаровского края. А как обыграна тематика? С помощью оформления площади того пространства, на котором, собственно, проходит фестиваль. Арт-объекты, фотозоны, баннерные растяжки, флаги и так далее, и тому подобное. А кто эти самые участники фестиваля, вот если подробнее говорить, сколько их из года в год, становится ли их больше? Как-то ведется вот этот учет? Мы говорим об участниках фестиваля или ярмарке. Это немножечко разное подразделение. Давайте подробно и о том, и другом. Потому что фестиваль – это творческая составляющая. Она происходит, как правило, в зоне сценической площадки. А ярмарка – это уже весь периметр, корнеры, это зона фудкорта, это наши активности, это афишные тумбы, это фотозоны, ну и так далее. Кто будет выступать? Первый день в программе заявлены коллективы Ассамблей народов Хабаровского края и коллективы Дворца Дружбы Русь. Это традиционное выступление? Или вот в связи с тематикой они готовят что-то уникальное, чем-то планируют удивить? Нет, конечно, каждый раз концертная программа готовится, исходя от темы мероприятия. Поэтому, конечно, это будут какие-то номера, посвященные конкретной теме. Россия, Хабаровский край, День народного единства. Ну, опять же, вы сказали фольклорный этнографический фестиваль. Собственно, вот… Он сам себе говорил. Да, он сам себе и сказал. Есть ли какой-то хедлайнер у данного фестиваля? Кто-нибудь… Или это интрига? Нет, это не интрига. И вообще мы можем сказать о том, что у нас каждый раз есть какой-то хедлайнер. Потому что, если говорить вообще про Амурфест, про фестиваль, как вот мы вчера для себя красиво, можно сказать, сформулировали, что это фестиваль, направленный на то, чтобы показать все, что у нас есть в Хабаровском крае. Начиная от малого бизнеса, заканчивая творчеством. И поэтому мы можем с уверенностью сказать, что у нас каждый коллектив или каждый артист – это уже хедлайнер. Да, чем-то выделяется. Ну, просто у нас в последнее время, я вот слежу за культурной жизнью Хабаровска и Хабаровского края, у нас появляются такие творческие коллективы, которые уже на всероссийском уровне, скажем так, очень высоко ценятся. Вот я про этих хедлайнеров. Ну, та же самая всем известная группа, к примеру, группа 20, да, они у нас достигли больших высот, победители многих фестивалей. Может быть, понятно, что тут этнографический фестиваль, но все-таки, может быть, они принимают участие. Нет, конечно, есть. Мы, давайте тогда скажем так, что коллективы народного творчества, яркие, выдающиеся – это ансамбль народной музыки и песни «Берега России», который в этом году, кстати, отметил свое 15-летие. Это шоу-группа «Планета Голливуд», народный коллектив Хабаровского края. Это… кто еще подсказал? Это наш оркестр. Штаба Восточного военного округа. Ну, чем вам не хедлайнеры? Ну, да. Ну, получается же, зрители смогут не только прийти, посмотреть, послушать, но и поактивничать. Однозначно. Участие в чем-то. Да, в чем. Конечно, по периметру площади будет расположено много всяких разных зон, как и для детей, как и для взрослых. И так как мы говорим о празднике День народного единства, то большая часть направленности будет как раз-таки вот на то, что мы сейчас все вместе. То есть мы говорим о полевой почте, например. Будет с левой стороны от сценического комплекса расположена палатка, в которой каждый желающий с помощью волонтерского центра может отправить письмо для военнослужащих. Своё обращение? Да. Да. Также эти же волонтерские организации будут собирать посылки, которые тоже потом найдут своих адресатов обязательно. У нас располагаются военно-патриотические клубы, такие как «Амурский рубеж» и «Взлёт». Да, они представляют выставки. Ой, знаете, там столько всего, там и оружия, и доспехи. Ну, в общем, свои тематические направленности. Видео-лекторий, плюс ещё, конечно, это корнеры с продукцией предпринимателей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Зона фудкорта, в общем, заняться будет всем, чем для каждого найдётся. Да, программа очень обширная. Чтобы не пропустить, давайте уточним время работы фестиваля. Два дня фестиваль работает вообще с 12 до 7 часов вечера. Но, кстати, можно всем желающим, кому интересно, зайти на сайт официально-amurfes.ru, и там есть полный тайминг прям по часам. Самое важное, что есть концертная программа, которая происходит у нас на глазах, то есть, так сказать, живая. Четвёртого числа она продлится с двух до пяти, а остальное время всё будет занято онлайн-форматом. Будут показаны концерты за разные годы, подготовленные Краевым научно-образовательным творческим объединением культуры. Будут показаны исторические фильмы, такие как, например, «Минин» и «Пожарский». С этого, собственно, и начнётся. Да, и концерты, посвящённые Дню образования Хабаровского края за последние годы. А концертная программа 5-го числа у нас продлится с 13 до 17.00. В общем, 4-го и 5-го числа можно всей семьёй... Да, будет чем заняться. Главное, чтобы погода не подвела и желающие... Погода при любых условиях состоится. Состоится, поэтому одеваемся тепло, и в нашей зоне фудкорта можно будет, если что, попить горячих. Чаёв, кофе для того, чтобы согреться на нашем празднике. Ну и здорово. Спасибо большое за это интервью. Напомню, у нас в студии Дарья Вдовина и Павел Малеев, режиссёры Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры, ведущие Краевого фестиваля, ярмарки «Амурфест». Продолжение следует... Продолжение следует...